Период с 19 по 25 ноября на Арцахско-Азербайджанском фронте относительно спокойная ситуация. Противник нарушал режим прекращения огня, используя в основном стрелковое оружие. В северном направлении передовой был применен также миномет. Передовые подразделения армии обороны Арцаха воздерживались от ответных действий и предпринимали необходимые шаги для защиты боевых позиций. В соответствии с планом боевой подготовки армии обороны Арцаха, под руководством первого заместителя командующего генерал-майора Микайла Арзуманяна в НКР прошли полковые учения. К учениям были привлечены подразделения общевойсковых и танковых частей. На последнем этапе учений присутствовал и давал указания министр обороны Республики Арцах, командующий армией обороны генерал-лейтенант Ливон Нацаканян. Возглавляемая президентом Арцаха Бакоса океаном делегация побывала с рабочим визитом во Франции. Визит был приурочен к открывшимся дням Арцаха в Европе, которые проводились впервые. Карабахская делегация побывала в Париже, Сен-Шамоне, Альфар-Вилле, Вильербане. Прошли встречи как с деятелями диаспоры, так и с мэрами городов и другими представителями властей. Состоялась торжественная церемония подписания декларации о дружбе между городами Альфар-Виль во Франции и Бердзор в Арцахе. В ходе очередного телемарафона Всеармянского фонда «Айастан» было собрано более 12,5 миллионов долларов. Телемарафон проводился под лозунгом «Плодородный Арцах». Самыми крупными благотворителями этого года стали анонимные благотворители США и российский бизнесмен Самвел Карапетян, каждый из которых пожертвовал 2 миллиона 250 тысяч долларов. В этом году на собранные суммы в Арцахе будет построена новая система орошения и будут установлены солнечные энергостанции. За 25 лет в ходе проведения телемарафонов было собрано порядка 330 миллионов долларов, на которые реализовано более 50 тысяч программ в Армении и Арцахе. Открывается новая глава в отношениях Армении и Европейского союза. На пятом саммите программы Евросоюза «Восточное партнерство» Армения и Евросоюз подписали соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Подписи под документом поставили с армянской стороны глава МИД Эдвард Налбандян и со стороны ЕС верховный представитель по иностранным делам Федерико Магирини. Подписание состоялось в присутствии президента Армении Сержа Сарксяна и председателя Европейского совета Дональда Туска. Документ формирует новую платформу для укрепления политического и экономического сотрудничества между Арменией и ЕС, основанного на общих ценностях и тесных связях. Соглашение вступит в силу после того, как все 28 стран-членов ЕС и Армении ратифицируют его. В России понимают, что у Армении есть свои внешнеполитические интересы и цели, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, как скажется подписание соглашения между Арменией и ЕС на отношениях России и Армении. Захарова отметила, что Россия развивает свои отношения с Арменией на взаимовыгодных условиях, понимая и уважая интересы Армении. Состоялся официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Ереван. Начался визит с посещения комплекса Цицернакабер в памяти жертв геноцида армян в Турции. В ходе встреч с президентом Армении Сержем Сарксяном и министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном прошло обсуждение широкого круга вопросов. Была подчеркнута важность работы по реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств. Министры обсудили вопросы координации позиций в рамках международных организаций. Подтверждены совпадения или близость подходов двух государств к основным вопросам. Особое внимание было уделено вопросам поддержания безопасности и стабильности в Закавказье. Лавров и Налбандян приняли участие в открытии выставки «Россия и Армения. Дружба, проверенная веками», а также в церемонии гашения армянской почтовой марки, посвященной 25-летию депотношений между Россией и Арменией. Лавров передал в дар армянской стороне несколько подлинных документов 18 и 19 веков по тематике российско-армянских связей. Крайне обеспокоенной заявлениями, прозвучавшими в эфире передачи прогнозы телерадиокомпании «Звезда», выразил Координационный совет российско-армянских организаций. Напомним, что на телеканале «Звезда» 19 ноября вышла программа прогноза, ведущая которой обвинила Армению в том, что страна идет по пути Украины. Выдающийся армянский государственный деятель Горегин Нажде был назван армянским бандерой, а символику республиканской партии Армении сравнили с символикой Германии времен Адольфа Гитлера. Координационный совет в связи с этим направил письмо в адрес президента медиахолдинга «Красная звезда» Пиманова, в котором отметил, что подобные заявления вбивают к линии в дружбу двух народов и наносят ущерб доверию между Арменией и Россией. Абсолютно лживые слова об Армении, ее национальном герое Нажде и правящей в стране партии – ничто иное, как тезисы азербайджанской пропаганды, внушаемые из Баку наймитом в России. Координационный совет требует от Пиманова принести официальные извинения за провокационный и лживый материал. Сайт информационного центра «Ерк Рамас» сохраняет свое место в десятке рейтинга интеллектуального капитала. Среди электронных представительств армянских средств массовой информации «Ерк Рамас» занимает девятую строчку. Отметим, что из новостных ресурсов армянской диаспоры сайт информационного центра «Ерк Рамас» имеет наиболее высокий показатель интеллектуального капитала. Президент Армении Серж Саргсян в Дилижане принял участие в церемонии открытия военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна. Церемония открытия училища была посвящена юбилею национального героя Армении, героя Арцаха Монте Мелконяна. 25 ноября исполнилось 60 лет со дня его рождения. После торжественного парада курсантов на территории училища прошла церемония открытия памятника Монте Мелконяну. Напомним, что национальный герой Армении и Арцаха Монте Мелконяна родился в США. Получив престижное образование в Японии, Калифорнии и Оксфордском университете, он отказался от обеспеченного будущего и всю свою жизнь посвятил защите интересов армянского народа. Освободительная борьба армянского народа привела его в Арцах, при защите которого он погиб. Города войск и Красный Кут Саратовской области России стали побратимами городов Мартунии и Варденис Республики Армения. Об этом в ходе встречи с делегацией Гекаркуникского марза заявил губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Делегация Республики Армения прибыла в Саратовскую область по приглашению Радаева, который ранее побывал в Армении в составе российской делегации. В рамках встречи руководители Саратовской и Гекаркуникской областей подписали протокол о намерениях. В настоящее время готовится полномасштабное соглашение о сотрудничестве с перечнем мероприятий в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленность, туризм. Отметим, что в настоящее время в Саратовской области проживает около 24 тысяч армян. Центральный банк Армении презентовал эскизы композитных банкнот третьего поколения. Новые банкноты войдут в обращение через год. Центробанк выпустил прототип новых банкнот номиналом в 500 драмов. У новых банкнот лучшие защитные знаки, а печататься они будут в Германии. На банкноте достоинством в одну тысячу драм будет портрет Паруэра Сивака. На двухтысячной Тиграна Петросяна. На пятитысячной Бильяма Саруяна. На десятитысячной Комитаса. На двадцатитысячной Ованеса Айвазорского. И на пятидесятитысячной купюре портрет святого Григория Просветителя. 24 ноября был атакован офис Армянской церковной ассоциации Куртулаш в оккупированном Турции в западноармянском городе Малатия. Ассоциация по правам человека в Малатии призвала власти найти виновных в нападении. Напомним, что ранее 22 ноября неизвестные пометили красными крестами входные двери 13 домов в Малатии, принадлежащих религиозным меньшинствам. Отметим, что подобные инциденты в Турции происходят регулярно. Победительницей конкурса «Детское Евровидение» в этом году стала Россия. Армения, которую блестяще представил Микайл Григорян, заняла шестое место. Девятилетний Миша – член группы «Голоса Арцаха». Он известен слушателем своей песни «Маленький Карабахец». В прошлом году Миша представлял Армению на проекте «Детская новая волна», где занял второе место. По всей России проходят различные мероприятия в рамках Дней культуры Армении в России. В Кемеровской области вышел первый номер газеты «Барев Сибирь», посвященный Дням культуры. В Саратове в течение нескольких дней проходил фестиваль «Древняя, но всегда юная Армения моя», в рамках которого состоялись концерты и творческие встречи. В Тюмени прошел литературно-музыкальный вечер «Саят-Нова», посвященный 305-летию выдающегося армянского поэта и музыканта. В Краснодаре и Ростове-на-Дону прошли концерты государственного ансамбля «Танцы Армении». В Санкт-Петербурге прошел культурно-просветительский вечер. В Томске состоялось открытие памятника великому полководцу Александру Суворову, который был подарен городу Союзом Армян Томской области. Продолжение следует...